Боразба с наркоманией в Беларуси активизовалась в 2015 году, после подписания ответственного декрета президента. По сути, иншого шляху просто не было. Наркомания – это погроза не только демографической ситуации, но и подрыв экономических основ, и, как выник, постоянное снижение количества жителей в области, которые находятся на наркологическом улике. Сейчас наркозалежными лечится крыло больше, чем 9400 человек. 450 из которых выявлены в этом году. За незаконный оборот наркотиков, 465 особ все лето притягнуты до криминальной отказности. Правоохранные органы научились смагаться с этой заявой эффективно. Мы переломили те тенденции и те изощренные методы сбыта наркотиков. Сегодня Управление внутренних дел успешно разоблачает тех сбыта наркотиков, которые работают через интернет. Всевозможные закладки и так далее. Есть формы и методы оперативной работы, которые позволяют сегодня разоблачать вот этих молодых людей, как правило, молодых людей, которые зарабатывают на сбыте наркотиков огромные деньги. На допомогу силовым структурам на Гомишине протягнули так само широк ведомостных и громадских организаций. Документально намер организовать усебаковую боротьбу с распаусюджыванием наркотиков заманцевали принятием в этом году комплексного плана по супрадзейне незаконному обороту речевую. Правда, реализовать его в полном объеме пакуль не отрымалась. У приватности не сформирована группа активистов БРСМ, якая разом с супрационниками милиции повинна была вести профилактическую работу праз-интернет. Гэтая махчимость пакуль увогуле выкарыстовывается не вельмей активна, причым як громадскими организациями, так и установами адукации и аховы здоровья. Сародагученных пожеданий так само створение во усіх научальных установах доброохотных студентских антинаркотичных отрадов. Выконать гэтая доручение тем больше просто, что ответная практика на Гомишине иснуе уже несколько годов. Удельники отрада «Аньол» медицинского университета сустракаются не только со студентами, але и выступают в школах. Информация, полученная от ровесников, воспринимается больше эффективно. При этом волонтеры не обмежовываются только конкретными прикладами, а лей в участь вызнашают наркомана по внешнему выгляде. Уживание наркотиков уже злочинство, реакция на якое повинна быть адекватной. Чаще это люди с отекшими глазами, с такой походкой валяяжной, такой медлительной очень. Глаза у них будут такими, все в капиллярах, красные. Лицо будет синее, синего оттенка. Они будут очень уставшие, изнемощенные. Чаще это худые очень люди, которые истощены. Выникам посаджения облвыканкамы стали принять решения, у яких дополняць дзючий комплексный план по супрадзенні незаконному обороту наркотиков. У наступном годзе у Града з'явятся билборды с социальной антенаркотичной рекламой. Такая же информация будет размещана на бортах громадского транспорта. Активизуется деятельность агитационных бригад. А у навучальных установах проведуть анкетирование на предмет уживания наркотичных сродков. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадо, компания «Гомель».